Микс Ньюс Сегодня у нас на прямой связи по скайпу латвийский гимнаст, тренер, олимпийский чемпион Игорь Вихров. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. И вот у меня, наверное, сразу первый вопрос, связанный с историей. Вот есть ли все-таки в легкой атлетике, в вольных упражнениях, в гимнастике какие-то такие глобальные... Можно ли что-то еще придумать? Что-то... Идет ли вперед спорт? Ну, по сравнению с моим временем, конечно, спорт очень сильно развивается. Развиваются технологии, развиваются, скажем так, снаряды меняются, становятся более удобные, более мягкие, более толкучие, более прыгучие. И поэтому в связи с этим были изменены правила после, мне кажется, 2004 года Олимпиады или, может быть, даже после 2000 года. где сняли ограничения по сложности. То есть сейчас сложность можно делать любую. А ваше время... В связи, конечно, изменилось, что люди стали... Каждый цикл, каждый год постоянно появляются новые элементы, которые никто никогда не делал. Но когда вот я смотрел ваше выступление олимпийское, ну, не ровно, но уже чуть-чуть больше, чем 20 лет назад, это было в сентябре, в конце сентября 20-летия, меня поразило, насколько действительно вот как это возможно. То есть кажется, что ты смотришь какой-то голливудский фильм, где человека там как в «Матрице» на каких-то, ну, не знаю, подвесных там каких-то специальных тросах, так прыгать. Вот как это стало возможно? Я понимаю, что вас спрашивали, наверное, тысячу раз, вот в просьбе вспомнить эти события 20-летней давности. Вот как вы шли к этому, к этим двум минутам, которые принесли Латвии, я напомню нашим слушателям, первую золотую олимпийскую медаль в истории? Ну, в принципе, до этого времени было все очень просто. В школьное время это была утром школа, вечером тренировка. Как закончилась школа, была утром тренировка, вечером тренировка. Вот это был, в принципе, такой путь к этой медали. Тем не менее, вот для вас была, ну, не знаю, неожиданность, или вы были, ну, спортсмен, когда выступает, он верит в свою победу, или, ну, для вас даже самого были эти золотая медаль неожиданностью? Ну, скажем так, когда мы поехали на Олимпиаду, то была мысль такая, что есть возможность попасть в финал. Что очень, ну, для спортсмена это огромный результат в гимнастике, тем более с маленькой стороны. То есть была надежда попасть в финал 8 лучших на Олимпийских играх. Да, и это была самая главная задача на первое время. То есть и когда попал в финал, ну, в финале, можно сказать, 8 человек. На тот момент по тем правилам было плюс-минус одинаково, и у всех была сложная программа из 10 баллов. То есть верхние сложности было закрыто. То есть больше 10 баллов ты больше, ну, сложности делать не мог. И поэтому у всех участников Олимпиады была стартовая оценка 10 баллов. Да, там уже кто как сделает, кто не ошибется, кто станет без шагов. То есть на финале в тот день именно я так сделал. А вы упомянули, вот сказали, что маленькая страна, ей сложнее. И вот действительно нет ли такого, что на Олимпийских играх все-таки преимущества имеют огромные страны, ну, такие как Соединенные Штаты, Россия, Китай, где есть возможность выбора лучших из лучших, из сотен миллионов населения. И, ну, там как бы шире возможности. А вот маленькие страны, они изначально поставлены в какие-то, ну, скажем, неравные условия? Ну, конечно, маленькие страны поставлены в неравные условия по финансам, по количеству спортсменов. То есть если мы возьмем другие страны большие, то там в Америке, я не знаю, сколько миллионов занимаются только гимнастикой. Естественно, найти ту звезду намного проще. И, с другой стороны, даже само количество топовых спортсменов очень большое. Если вдруг получает кто-то травму, то заменить есть кем. А у нас, скажем так, подсчет этих спортсменов единицы. И вот ими мы выступаем. Ну, с другой стороны, ведь получается, что в маленькой стране все-таки есть больше шансов пробиться, попасть на какие-то отборочные соревнования, представляя свою страну. Даже, по-моему, был ведь фильм голливудский «Эдди Орел», по-моему, который рассказывал о том, как, занимаясь редким видом спорта, которым мало кто занимается в своей стране, вот у спортсмена, скажем так, была возможность попасть на Олимпиаду, выпадает шанс. Ну, может быть, да, что меньше квалификации внутри страны. Но ничего хорошего в этом нет. Потому что ты потом приезжаешь на международные соревнования и соревнуешься со всем миром. Поэтому внутри конкуренция, она способствует продвижению местных спортсменов повыше. Если просто, как в принципе в гимнастике, скажем так, конкуренции особо нету, и на чемпионаты мира ездят не все спортсмены, которые достойны там быть, поэтому это не приносит пользы для Латвии, скажем так, в результате. Потому что туристы, которые едут, они спортсменов, которые пытаются соревноваться и показывают результат, тянут вниз. Но я знаю, что вы получали заманчивое предложение после уже Олимпийских игр уехать в Америку и вот тем не менее остались в Латвии. Насколько, ну вот спорт ведь становится международным, но таким глобализированным. И мы часто видим, что представляют страну, скажем, приехавшие, может быть, туда или родившиеся, но дети эмигрантов. То есть важна ли вот так вот принадлежность? Почему все так пристально следят за достижениями страны, хотя понятно, что здесь постепенно вот эти границы размываются? Ну да, мы уже такой мир, что уже есть почти много куда не надо. Поэтому люди, где живут, там и тренируются. Если находят лучшие условия или хорошие условия и нравится этот вид какой-либо спорта, конечно, люди занимаются. Но если они из той страны, в которой они родились, жили, но имеют документы, ну почему нет? Они выступают за свою страну. С другой стороны, вот насколько для латвийских спортсменов, то, что их есть, например, возможность уехать и заниматься, может быть, лучшие условия для тренировок, лучшие тренеры, ну и, скажем так, большая возможность заработать, все это вот играет, скажем, против Латвии. Вот насколько сейчас в Латвии сама эта система подготовки олимпийских чемпионов, вообще чемпионов налажена? Ну, мне кажется, что у нас система в Латвии так как бы не сильно существует для подготовки чемпионов. Больше для детского вида спорта и, мне кажется, и страна, и вообще все связано с тем, чтобы развивать массовость. Да, есть, конечно, организации, как Олимпийский комитет, Олимпийская Венеба, которая поддерживает спортсменов, которые уже показали результат. То есть, мне кажется, что в Латвии все-таки направлено на массовый спорт, хотя данное решение, которое принято на эти три недели, как-то размывает это все, потому что, ну, коснулось только непосредственно детского спорта вот эти три недели решения. Да, министерство кабинетов, хотя те же дети через неделю пойдут и в школу учиться, пойдут и входят в торговый центр, и ничего не закрыто. Да, непосредственно детский спорт на три недели закрыт. По поводу большого спорта, конечно, ну, поддерживает страна, но только чуть-чуть спортсменов, те, которые уже показывают результат. Ну, это как бы наши возможности, нашей страны. Если где-то кто-то живет, и, в принципе, мне кажется, почти все частным образом родители развивают спортсменов в других странах сами. То есть это не является такой повсеместной практикой, когда государство поддерживает спортсменов, то есть это скорее исключение из правил, получается? Поддерживает тех, которые уже начинают показывать результат. Те, которые не показывают результат, это как бы на твоих плечах. То есть если возьмем, как вы упомянули, большие страны, то Россию, Америку, разные системы. В Америке все частное, в России все государственное. То есть государственные школы, сборная, команда сидит круглый год на сборах. Ну, про Китай я тоже молчу, там тоже все условия. Япония сумасшедшие условия. В Европе, в больших странах, также центры, где только сборная тренируется на полном обеспечении страны, либо города. Ну, скорее всего, страны, да, это клубы от города. У нас такой системы, к сожалению, нет. Но вы в Олимпийском комитете же как раз-таки прислушиваются ли голосу Олимпийского комитета к просьбам каким-то, может быть, выделить больше средств? Конечно, но вы же понимаете, страна у нас не резиновая, финансы не резиновые. И, скажем так, приходится выбирать, какую сферу поддерживать, а какую нет. То есть в этой связи есть, как я уже упомянул, что развитие общего спорта, детского, массового, да, и есть поддержка спортсменов, которые уже показывают результат. Была бы возможность поддерживать всех и вся, но, наверное, поддерживали бы все. И те, которые, скажем так, вот Олимпийская Венебана поддерживает и спортсменов, да, которые показывают результат, и спортсмены, которые могут показать результат, и молодых спортсменов, которые перспективны. Вот это вот как поддерживает страна, да. В других странах, ну, в каждом спорте поддерживают и сборную команду сеньоров, и сборную команду юниоров. У нас, к сожалению, такой возможности нет в стране. Возвращаясь, вот, может быть, к теме, действительно, коронавируса, вот как вот эта глобальная пандемия ударила по спорту, потому что ведь очень многие, ну, начиная с Олимпийских игр, мероприятия перенесены, отменены. И вот для спортсменов, которые не имеют возможности выступать, не имеют возможности тренироваться, теряют ли они форму, как они пытаются вот сейчас в этих условиях выстоять? Ну, я скажу так, что все, конечно, в равных условиях. То есть страны по-разному открывают, закрывают эту пандемию в разное время, позволяют, не позволяют. Ну, скажем так, у нас пауза была два месяца, даже больше, два с половиной, которая вообще не позволяла тренироваться, да, но это было в первый раз на моей практике такое, что, ну, как бы дома пытались, скажем так, делать физические упражнения, чтобы как-то не совсем выйти из формы. Ну, конечно, у нас технический вид спорта, и без снарядов как бы тяжело, но все в равных условиях, поэтому с лета мы постепенно по правилам МК начали, скажем так, приходить уже в зал, по-моему, по два часа разрешено, я уж так не помню, было. Ну, держали, ну, нелегко, всем нелегко, но, скажем так, все в равных условиях, мы делаем все, что можем, тренируемся, поддерживаем форму, конечно, жаль, что вот сейчас такое мероприятие опять было, ну, что делать, на улицах как бы особо снаряды не вытащишь, не потренируешься, тем более осень-дождь. А можно ли, например, тренировать кого-то удаленно по интернету, то есть насколько такие варианты? Ну, вы сами понимаете, что двойное сальто как бы удаленно на диване никто не сделает, поэтому сейчас можно, тренировать индивидуально, но если у тебя не один спортсмен, то каким образом это возможно делать, если можно только индивидуально. Поэтому опять вот эта трехнедельная, можно сказать, пауза. Скажем так, немножко непонятно, почему именно спортивная сфера как бы была закрыта, а все остальное нет. Как я смотрел выступления наших министров, что экономику надо поддерживать, поэтому мы закрываем только то, что не касается экономики. Ну, наверное, они забыли, что кружки спортивные не только дают детям и людям здоровье, но также это и частные кружки по танцам, по спорту, по гимнастике, по дзюдо, ну, по всем видам, это тоже частные кружки, это тоже экономика плюс здоровье. То есть как бы экономику мы не трогаем, потому что это экономика, экономика со спортом, со здоровьем, вот мы на три недели вам остановим. То есть поэтому, ну, немножко, скажем так, непонятно, когда была первая пандемия, почему все было закрыто, кроме торговых центров и строительных магазинов. То есть там, видимо, люди как бы не болеют. Ну да, вот меня тоже очень удивляла вот эта какая-то избирательность, то есть как будто бы получается, что в одно скопление людей менее безопасно, чем другое. То есть вот здесь как... Ну, тогда как бы как-то все-таки было понятно еще, да, что все закрыли, когда началось это все. Не было понятно, почему не закрыли торговые центры и строительные магазины. Сейчас вообще непонятно, что все открыто, а именно сфера, которая дает людям, поддерживает иммунитет и здоровье, как спорт, ну, как бы групповые занятия закрыли. Ну да, но в транспорте, в торговых центрах, в строительных магазинах все открыто. Поэтому вот эта избирательность, которая, ну, скажем так, эта сфера, которая поддерживает иммунитет, она закрыта. Ну, как-то непонятно. А голос спортсменов все-таки, ну, как-то консультировались? Есть ли возможность, может быть, все-таки, ну, например, у вас, там, как у членов Олимпийского комитета, все-таки обратиться с просьбой, ну, пересмотреть эти какие-то ограничения? Ну, я как бы видел, что и, по-моему, спорта падали, и писали письма, но здесь как бы это все глобально, я так, честно, ну, и, по-моему, какие-то флешмоб там делали, и петиции писали, ну, пока вот так, как есть. Как обстоит дела, действительно, с подготовкой вот молодежи? Потому что вы упомянули, и я знаю, что в одном из интервью высказывали мысль, что может быть важнее все-таки здоровье молодежи, вот массовое спорта, чем олимпийские медали. Вот это соотношение, что важнее для страны? Количество олимпийских медалей, там, каких-то ярких имен, или просто вот массовость занятия спортом? Ну, одно выходит из другого, то есть, если будет занятие массовым спортом, то больше людей будет привязано к активному образу жизни. Мы этим и занимаемся, у нас вот клуб по общеразвивательной гимнастике, где мы привлекаем людей, детей с раннего возраста этим заниматься, но из этого и вытекает, скажем так, большой спорт. Из-за массовости людей, которые привыкли активно ходить в кружки и заниматься, какой-то процент захочет идти профессиональным путем по спорту, неважно каким видом. То есть, чем больше массовость, тем больше, мне кажется, будет спортсменов. Так же, как вы упомянули, большие страны, там, если взять Америку, сколько миллионов занимается гимнастика, из них выходит намного больше, спортсменов, если у нас с гимнастикой в стране занимается пару тысяч, ну, по проценту, сами посудите, сколько может остаться в гимнастике и заниматься. Поэтому массовость спорта, ну, до этого МК-решения мне казалось, что это как бы правильно, что чем больше людей занимается, тем они здоровее будут, а тут как бы во время пандемии решили, что надо, чтобы меньше занималось людей на улицах. Ну, на улицах не все могут, к сожалению. Кстати, вот я помню, что когда был в Стамбуле, меня поразило, что там были оборудованы большие спортивные площадки для того, чтобы люди занимались спортом прямо на улице. То есть там были всевозможные спортивные снаряды. Вот такого рода, может быть, в Латвии не было идей продвигать? Я знаю, что вот в Юрмале на пляже... Есть, есть такое, продвигаются и строятся уличные гимнастические снаряды. Ну, продвигаются. Для меня было интересно, я тут недавно был во французском гимнастическом клубе и в маленьком городе за, по-моему, 8 миллионов построили новый зал, город. И рядом стояло 4 теннисных корта. И я как бы спросил, а это что? А это для всех, в любое время можно прийти и играть на этих теннисных кортах. То есть, ну, вот это сравнение маленького города, который, в принципе, вкладывает для людей, для развития. Вот за 8 миллионов в этом году закончен зал новый, городские деньги. И рядом еще стоят теннисные корты для любого желающего. То есть, вот это развитие, это как бы поддержка людей для того, чтобы они вели активный образ жизни. И избирательно я пока не слышал ни одну страну, чтобы именно закрыли спортивные секции на какой-то срок, а все остальное было открыто. Ну, как-то непонятно. Здесь Латвия как бы выбивается. Ну, вот не слышал. Если это какое-то решение, принято, скажем так, Евросоюзом, с подачей Евросоюза или сверху для нашей страны. То есть, непонятно, почему только Латвия и почему только спорт закрыт. Вот стало общим местом ругать молодежь, что она в основном сидит в гаджетах и очень малоподвижна. Вот как по-вашему, вы наблюдаете такую тенденцию или это может быть преувеличение? Мне кажется, наоборот, что тенденция это была какое-то поколение назад, когда были только гаджеты, как они только появились, и люди, скажем так, перешли из-за того, что они появились только в этом. Мне кажется, сейчас наоборот, что гаджеты, да, все ими пользуются, но люди и взрослые детей своих стараются меньше, чтобы они пользовались. Но от этого уже никуда не деться, поэтому, мне кажется, это не так, как это было раньше. Наоборот, люди пытаются, уже надоели эти гаджеты, и, скажем так, они есть, но это не только они. Конечно, есть люди, которые без них совсем там с утра до вечера, но мне кажется, что наоборот, сейчас детям более интересно все становится, более активным видом заниматься. Не исключая, конечно, телефоны и так далее. А вы своим детям, дочерям даете возможность посидеть в гаджетах? Насколько они увлекаются? Я знаю, что они пошли по вашим стопам, и уже у старшей дочери Элины есть успехи и достижения на международных соревнованиях. Ну, да, никаких запретов нет ни по гаджетам, ни по еде, ни по сладостям. То есть, как бы, в свободной форме. То есть, конечно, дела есть дела, там, тренировка, школы, уроки, это как бы, ну, надо, да, а остальное время, ну, если хочешь, то хочешь, ну, почему нет? Вы видите своих дочерей, скажем, ну, тоже чемпионками, то есть, настраиваете их на эту стезию, или это скорее все-таки, ну, просто для развития физического? Ну, нет, для физического развития это, скажем так, общее занятие, ну, намного меньше количества дней и времени. Старшая у меня занимается гимнастикой, выбрала все-таки выступать на соревнованиях, поэтому, ну, для меня, как для тренера, цель больше, чтобы каждый спортсмен, который тренируется, развивался именно непосредственно в своем спорте, в своих результатах, какие это будут результаты, ну, скажем так, ты там будешь прыгать не одно сальто, а двойное, супер, если другой рядом прыгает тройное, ну, к сожалению, как бы он больше работает, больше талантов или, ну, неважно, каждый развивается по-своему, каждый становится лучше, каждый становится лучше по результатам, лучше человеком, лучше спортсменом, вот это самое главное. Какие будут самые лучшие результаты, ты будешь просто участвовать на чемпионате Латвии, олимпийский чемпион, ну, это у каждого свое, как сложится, как сложится судьба и в спорте, и в жизни, и много всяких факторов. Но ведь, если говорить про судьбу спортсмена, наверное, ну, самая такая большая, ну, не драма, не трагедия, но все-таки то, что все достижения, наверное, связаны с более ранним возрастом. Я вот когда готовился, читал интервью, смотрел ваше выступление, у меня вдруг возникла ассоциация с группой Битлз. 29 лет им было Битлам, когда, ну, в среднем, когда группа распалась, и, в принципе, вот все самое лучшее, все самое яркое в жизни было у них вот до этого. Ну, главные достижения, может быть, музыкальные. Можно ли сравнить музыкантов и спортсменов? Ну, трудно сказать, в гимнастике, конечно, молодой вид спорта у нас, да, что большие страны, те, у которых большое количество, еще моложе, потому что много людей, юниоры, они, как бы, более свежи, меньше травм, они идут, как бы, по накатанной и заменяют старых. У стран, как Латвия, в принципе, такой проблемы нет. Проблема только самих спортсменов, которые могут, ну, продолжать тренироваться, выстаивать травмы, выстаивать нагрузки, выстаивать необходимость жить и зарабатывать. Вот, и поэтому в этой связи, что можно, есть спортсменка из Узбекистана, Оксана Чусовитина, ей уже за 40, она вот поедет на свою, не помню уже какую, седьмую, восьмую Олимпиаду. То есть было бы желание, но просто это, скажем так, связано с тем, что во время школы тренируешься, во время университета ты еще находишь время тренировать, но после университета уже приходится выбирать, как бы, идти работать или заниматься чем-то другим. В этой связи, ну, как бы, связано это. Ну, травмы, конечно, это тоже бывает. Да, и, в принципе, вот травмы, насколько это травмоопасный вид спорта, насколько это, ну, зависит от случайных каких-то обстоятельств, которые могут помешать спортсмену? Ну, от случайных тоже зависит, но если ты, скажем так, это вот один из плюсов, то, что мы маленькая страна и мало спортсменов, что мы не имеем возможности, скажем так, идти на пролом и тренироваться до потери пульса, несмотря на то, что там с твоим телом происходит. Как это делают некоторые страны, там, Китай, например, да, где у них есть очень много спортсменов, они делают двойную нагрузку, тройную нагрузку, то, что делаем мы, из них, там, если 100 человек есть, 90 сломалось, 10 роботов приехал, скажем так, на соревнования, да, выступили, и на следующее соревнование смотрим уже другие 10 роботов приезжают. Сейчас, как бы, ну, Китай развивается, и, конечно, не так это все страшно сложно, но мы должны, как маленькие страны, беречь каждого спортсмена, поэтому процесс тренировки совсем другой, очень много подготовительных, очень много подкачки, надо следить за каждой мелочью, чтобы она не развивалась, скажем так, от микротравмы в большую травму. У нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Да. Доброе утро. Вспоминаю времена. Жалко было всегда мне гимнастов, как-то осталось в голове. Активно был в спорте, в восточных единоборствах, и, помню, в СКА, зал, занимались с гимнастками параллельно, с гимнастками, и в кафе питания я был свидетелем, как тренер, ну, девочки там пытаются взять гречневую кашку, немножко мясо спрятать под туда, и стоит такой крик. Нельзя, нельзя, что вы. Я смотрю на этих девочек, мне кажется, что их тело, ну, их организм, он неполноценен, мне так кажется. Простите, да, у нас очень мало времени, ваш вопрос. Вопрос в том, что, насколько вы считаете, ну, полезным для здоровья, для дальнейшей жизни гимнастика. Угу, спасибо. Но вот вопрос, наверное, такой, не повредит ли здоровью, действительно? Хотя, мне кажется, что... Ну, это, мне кажется, зависит все-таки от страны, от тренера. У нас такого подхода, в принципе, быть не может, потому что, ну, как я уже сказал, мы не делаем все ради спорта. Раньше, в мое время, и вы упомянули ваше время, когда вы занимались, если это было советское время, и в то время, скажем так, спорт был номер один, а все остальное здоровье, там, образование, и, как вы сказали, что они там, ну, можно сказать, ну, не развиты из-за того, что мало кушают, да, ну, сейчас даже для меня в это время, то есть спорт не на первом месте, то есть здоровье, образование. Если надо в школу, то надо в школу, и там нету речи о тренировке, а потом только спорт. В этой связи такого подхода больше нет, но каждый вид спорта по-своему, да, тяжелая атлетика заставляют есть, если там тяжеловес, да, и ешь, как бы, через не могу, там, наверное, художественная гимнастика, они следят за диетой, потому что у них, ну, такой вид спорта. Боксеры, борцы, они тоже там вес скидывают перед соревнованиями, то есть это везде есть свои издержки профессионального спорта, но что касается гимнастики, как массовой, как общеразвивающей, ну, я бы не сказал, что спортсмены менее здоровые, чем простые люди. Да, есть травмы с мышцами, со связками, но это, мне кажется, мудрость тренера, скажем так, у кого больше, у кого меньше травм, потому что, ну, я знаю, например, тренеров, которые в тех же сборных командах, когда на сборах они своего ребенка, своего спортсмена пытаются, наоборот, снять с нагрузки, чтобы он не получил травмы, а некоторые тренера, как бы, ну, бомбят до потери пульса, дети ломаются, ну, или спортсмены. То есть это индивидуальный подход, и в нашей стране больше такого, мне кажется, подхода уже давно не существует. Ну, я, по крайней мере, не знаю. Ну, и вот, может быть, уже завершая наш разговор, последний вопрос, вот в связи с предстоящей Олимпиадой, насколько вот этот перенос на год отразился на подготовке спортсменов? Не нужно ли будет снова сдавать квалификацию, или там, как бы, не поменяются ли те спортсмены, которые уже были настроены на Олимпийские игры, смогут ли они выступить в следующем году? Ну, в нашем виде спорта никаких новых квалификаций на эти Олимпийские игры не было предусмотрено. Все осталось в том же формате, что уже было, потому что квалификация уже прошла, и просто перенесли как бы на год, и на сегодняшний день никаких изменений, никакой информации о каких-то других условиях, или квалификациях, или отказа каких-то спортсменов на сегодняшний день нет. То есть, ну, наверняка это неудобство, там, некоторые возрастные спортсмены, конечно, год еще тренироваться, и, ну, наверное, не так легко, молодые спортсмены, мне кажется, да, еще все равно, то есть год как бы тренироваться. Ну, пандемия сейчас убрала там все соревнования, конечно, вот этот опыт, но если с Нового года это все опять в нормальное русло войдет, надеюсь, ну, люди успеют еще полгода потренироваться, повыступать, набрать форму, там, и так далее. Я думаю, что если будет Олимпиада, то никаких неудобств уже не будет, потому что, ну, если будет возможность, скажем так, нормально жить с января. То есть, ну, плюс все в одинаковых условиях, если у кого-то что-то, ну, всегда можно отказаться и дать возможность другому. Ну, что же, спасибо огромное. Латвийский гимнаст, тренер, олимпийский чемпион Игорь Вихров сегодня был с нами этим утром. Удачи вам и, конечно, здоровья и успехов. Спасибо. Да, спасибо вам. До свидания.